Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Сегодня поговорим о зависти. Что такое черная зависть? Действительно ли можно завидовать по-доброму, вместо того, чтобы просто радоваться успехам близкого? Что чувствует завистник и тот, кто стал объектом его зависти? Вопросов, как всегда, много. Ответит на них психолог Елена Яшина-Ахундова. Елена Закировна, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Итак, что же из себя представляет феномен зависти в психологии? Почему люди завидуют друг другу и как это проявляется? Ну, мне очень нравится определение спиноза. Что зависть – это не удовольствие по поводу чужого счастья. Ну, наверное, не только счастье, а от того, что что-то другое есть у человека. И, конечно, что тоже, как всегда, хочу заметить, что это чувство, которое есть у каждого. Это врожденное что-то? Откуда это? По поводу врожденности, кстати, расходится мнение исследователей. Есть действительно мнение тех, кто там, Меланик Лейн, вот считать, что, например, это врожденное чувство, потому что это у животных. Там, кстати, этологи некоторые отмечают, что там у животных замечено что-то похожее, по крайней мере. Но все же большинство говорит о том, что это сформированное во многом чувство. Но оно социальное. Это социальное чувство. Оно, конечно, бывает только у социальных существ. А человек таковым является, безусловно. И то есть вопрос, в какой степени это присутствует. Много исследований на эту тему, безусловно. Но на что бы обратило внимание, что все же это не только личное чувство. И там действительно есть масса исследований психоаналитиков по поводу завистия. Очень много написано по поводу завистия. Вот, кстати, если кто-то этим вопросом интересуется, Меланик Лейн, зависть и благодарность – очень неплохая работа. Я считаю, что там много описано таких бессознательных механизмов, связанных с завистью. Но также, например, это и отражается на социальном поведении, потому что зависть, как ничто другое, мотивирует какие-то поступки. Как кто-то пошутил из моих коллег, говорит, что ни одно чувство не спровоцировало большего количества убийств и негативных явлений, как зависть. Что даже любовь послабее. И ненависть, кстати. То есть прямая ненависть, она послабее будет, чем зависть, потому что зависть человек не всегда опознает у себя. Вот. И есть известная книга Шока по поводу зависти, социальное поведение, по-моему, или там как-то так социальной модели поведения, по-моему, называется работа. То есть действительно это социально-психологическое такое явление, то есть где мы видим, как влияет зависть на поведение людей. Знаете, вот мне, например, зависть зачастую интересна, в каком ключе. Я так как занимаюсь сама проблемой слепого пятна, то есть того, чего человек не видит, и столкнулась с тем, что чаще всего зависть – это то чувство, которое человек с трудом признает. По крайней мере, вот в обществе, где как будто принят позитив такой, да, то есть человек пытается не признавать зависти. То есть, по крайней мере, как-то, видимо, в борьбе с собственными там чувствами не признает. Я считаю это очень опасно, откровенно говоря. Но вот такое есть. Хотя, мне кажется, как раз работа с завистью, она начинается с признания. А как она проявляется тогда? Хорошо. Ну, с того, что вам реально не нравится, что или вы чувствуете какое-то неприятное чувство, чувствуете неприязнь к человеку реально, потому что у него есть то или будет то, чего у вас нет. И, кстати, не всегда вам этого бы хотелось. Это вот, кстати, поэтому мне понравилось определение спиноза. Он говорит не о том, что вам прямо это надо, а о том, что вам не нравится, что этот человек этого добился. То есть, это, кстати, очень интересная такая штука. То есть, действительно, мы испытываем вот это чувство по отношению к тому, что нам не нравится чужое счастье. А если нам это не надо, почему? Не до такой... Ну, с другой стороны, мы не счастливы, а человек счастлив. Это как-то раз... Ну, читаешь же постоянно отзывы на какие-то темы, прямо увидела у нас одна там, да, психолог, кстати, с большой ненавистью там говорит по поводу там Ксении Собчак. Я говорю, а почему вот так? То есть, это что, говорю, за чувство такое прям... Ну, понятно, она может там не нравится, но какую-то прям вот ненависть какая-то. Я говорю, она в чем-то задевает там ваше чувство. Нет, и я говорю, ну, это зависть, может быть? Нет, это не зависть. Чему там завидовать там? Нет ничего такого. Вот. Ну, думаю, значит, есть что-то другое. И выясняется потом, что зависть к тому, что человек настолько известен, но человек, ну, как бы говорит, что тоже, как бы... Ну, вроде бы тоже известен. Но вот это вот чувство какое-то к эпатажной известности, оно есть. Она говорит, я сама... И там видно, что сама вообще не хотела она такой. Но само состояние человека, что он там счастлив в этом состоянии, вызывает это отношение. Увы, чужая любовь, чужие и чужие возможности и так далее. И там вот эта вот тонкая грань, хотела бы ты или нет. Вот. Так что вот это да. Про черное и белое вы говорите. Да. А вот у меня еще вопрос. Мы же не всегда испытываем это вот чувство. Нет, конечно, слава богу. Есть ли, может быть, какие-то группы людей, которые больше, меньше... Зависти нет таких групп никаких. Там вот бездельники. Ну, смотрите. Например. Про бездельников не знаю, почему. Есть, наверное, жизнерадостные бездельники, которые еще плевать хотели на других людей. Не, ну просто вот те, кто, например, занят собой, своими делами, некогда думать об этом. Безусловно, вы правы. Не то чтобы некогда, но когда ты просто занят чем-то своим талантливым делом, то, конечно, ты в меньшей степени подвержен зависти просто по той причине, что им занят. И, конечно, люди с более высокой самооценкой, они меньше завидуют, да, потому что он чувствует себя полноценным. И, конечно же, зависть – это же некое чувство неполноценности. Вот. Адлер говорил об этом, что все-таки, ну, как вы знаете, там, концепция комплекса, что у каждого человека есть комплексы. Но если мы их преодолеваем и реализуемся, тогда, конечно, зависть мы испытываем гораздо меньше. А вот если нет, и, например, считаемся маленькими, слабыми, там, нереализованными, конечно, зависти у нас больше, безусловно. Это, конечно, напрямую связанная вещь. Да, и всегда это со знаком минус? Вот по поводу знака минус. Много, конечно же, публикаций там на тему черной, белой зависти. Между прочим, кстати, даже религиозные отношения разные. Я вот заметила, что, так как я так же в двух культурах как-то живу, то обратила, кстати, внимание, что в христианстве это негативное чувство однозначно. А, например, в исламе это вот как бы белое и черное там, кстати, делится. Вот оттуда, я думаю, это пошло на белое и черное деление. Все же, как психолог, я не склонна делить на белое и черное. Я, знаете, как к этому отношусь? Я считаю, что вот само по себе чувство, оно, конечно, такое. Ну, как бы в целом негативное вначале, когда возникает. Но мы все-таки существа разумные и, надеюсь, духовные, одухотворенные. И вот если все-таки мы признаем это чувство и уже сами можем развернуть его в другое русло, в конструктивное, вот это, наверное, может быть так называемой белой завистью. Ну, кстати, исследования, между прочим, не подтверждают, что зависть имеет мотивирующий эффект. Потому что тоже я представляю там, чтобы предполагать, а вдруг человек добился чего-то благодаря зависти. Ну, вот за сколько там, в 18-м году было исследование проведено и по Европе, трем европейским странам, 18 тысяч народу, подтверждения мотивирующей роли зависти не было. Не стимулирует. Ну, может стимулирует, но не мотивирует всерьез прям. То есть, ну, не зависть. То есть там есть, как бы, может быть, эпизод там мелькнет, но там мотив на другом был построен все-таки до этого. Но что вот обращаю, на что обращаю внимание? Вот опять же в работе там с теми же слепыми пятнами. Бывает так, что человек умеет перевести это в позитивное русло. Ну, например, могут тоже привести такой пример. Мне одна моя коллега, она говорит, я так завидую человеку своей коллеге, причем я ее воспринимаю как очень умного, компетентного человека, и я завидую ее внешности, говорит она. То есть она длинноногая красотка. Я такого, что бы я ни делала, я не смогу стать такой. Но как она это перевела? Она говорит, я вдруг поняла, что в этой зависти у меня есть восхищение красотой. И она сделала несколько ее портретов этой коллеге. Представляете, здесь подарила ей. То есть она это вылила вот в такую творческую историю. То есть это не мотивировало ее там к чему-то, но это, по крайней мере, проявило ее творческое начало. Я вам могу сказать, как я использую зависть. Вот для меня, например, в моей работе, имиджмейкера, психолога, больше имиджмейкера, зависть имеет огромное значение. То есть скажу какое. То есть когда ко мне приходят клиенты, рассказывают о том, что он собирается делать. И если я ему показываю, мы с ним вместе моделируем проекты какие-то, которые ему подойдут. И если я испытываю чувство зависти, я прям понимаю, ух, прям вообще, вот я бы вот это хотела, а вот то он теперь. Я прям осознаю и понимаю, что он идет правильным путем. Вот я прям чувствую, если зависть, значит, все отлично у него. Но тут вопрос, надо вот эту вот вещь отловить. То есть как бы понять, признаться себе в том, что это зависть. Вот если признания нет, вы же видели, наверное, эти люди с черными лицами, которые говорят, я никогда не завидую, никогда. Вот я бы боялась таких. Их самих я бы тоже в этом плане ориентировала на признание этого чувства. Потому что это значит, что проявится это как-то иначе. Как злость, как неконтролируемое действие. И как это, вот вы спросили, как это действует на человека, который это испытывает. Он, знаете, перестает владеть сам собой. Вот вы, наверное, видели этих завистников, которые там с ненавистью говорит об объекте своей зависти. С ненавистью, с критичностью. Но там видно, что он прям живет в этом человеке. Он там знаком со всем, что тот делает вообще. И бывают интервью публичные такие. Ты прям видишь, что он прям вот забыл про себя. Кстати, вот это вот да. То есть это идет мотивация в сторону вот этого человека. То есть он не способен... Именно злость. А ну, знаете, вот это не просто злость. Злость, она же так явно проявлена. А там как будто идет такой анализ ситуации. Человек туда включен, внедрен. Он критикует. Ну, слышали же вот эти вот речи? Завистники. Я примерно представляю. Вот. Когда человек прям, он увлечен, то есть этим объектом. Это почти любовь. То есть он там так связан уже с этим объектом. Ну, я на себе это испытывала. И вы, наверное, то есть многие это видим. Но я в таких случаях от завистника отхожу. Либо смеюсь над ним публично. Ну, то есть, потому что понимаю, что человек не в себе в этот момент находится. Я, кстати, опасаюсь завистников. Я считаю, что они могут, правда, не владеть собой, но прямо нанести вред. Просто вот считается, что это самые такие люди непредсказуемые в этом плане. Ну, произведения классические этому посвящены. Там Отелло, там и прочее. Там же вся вот эта вот мерзость, она в результате творится из-за зависти. То есть не из-за ревности же. Там понятно, что... Отелло тоже был завистник? Не Отелло. Яга завистник. Из-за его зависти все это и случилось. Он же все равно не мог бы быть там на месте Отелло. Но это зависть. И мы многие такие драматические истории, трагические истории, они связаны именно с завистью. Зависть страшный убийца. Но в первую очередь самого себя. Еще есть такой момент, связанный с завистью, вот о чем исследования говорят. Что все же мы в большей степени завидуем тем, кто сходен с нами. То есть мы, например, вряд ли будем зависеть человеку, который от нас совсем далеко, либо там, ну, вообще там находится в другой категории. А вот как раз тому, кто похож на нас, там сосед, родственник, человек, сосед, ну, например, там коллега, который вдруг что-то добивается, или что-то у него такое положительное происходит, то да, мы можем тут вот это отловить, чувство, что как же так, я тоже был достоин. А как же, если вы говорили, что это необязательно, мы хотели бы это получить? Нет, я сказала, необязательно, но может и с этим быть связано. Не обязательно, но это не значит, что без этого. И еще момент, кстати, подтверждающий вот все-таки этот посыл, что может быть это человек похожей профессии. Например, спортсменов, понятно, заслуги спортсменов больше там смущают. Тут даже, знаете, скорее вот такое сходство, что вроде такое же, как я вот это вот. Ну, подумаешь, вот такое же вроде бы. Поэтому, кстати, в этой связи, наверное, и есть вот такой посыл, что не мечите бисер перед свиньями. Не пытайтесь подружиться с тем человеком, который не очень хороший, он каким-то другим нравственным качествами обладает, а вы пытаетесь ему там показать, какой вы хороший. Это может повлечь с собой не очень хорошее явление. Не стоит этого доказывать. То есть вы дружите с людьми приличными. Да, действительно, это вот так. То есть зависть, такое чувство, оно близко к гордыне, как, по крайней мере, по религиозным источникам, это так. То есть когда человек себе не принадлежит. Но это прям заметно, мне кажется, в таких случаях. Вот. У себя лучше опознавать. Более того, зачастую вот там за вот этой завистью, например, при обнаружении ее, там могут скрываться какие-то ваши таланты, кстати. Их лучше поисследовать, лучше обратить внимание на себя и в этот момент посмотреть, а что с тобой происходит. Может быть, просто ты действительно способен на какие-то вещи, которые тебе нужны, но ты идешь своим путем. Вот понимаете, вот что с завистью скажешь, ну а как же тогда это мотивирует человека, там нет, тут свое же надо выбирать. Мы же как будто бы завидуем тому, что человек сделал. И такое бывает. А у нас же есть свой путь. Ну, например, мы хотим быть известными, а человек, например, играет в каком-то спектакле. Но мы же не в спектакле хотим играть. Мы, может, хотим в других вещах, там, в передаче участвовать, условно, больше, как эксперт, а не на сцене стоять. И вот это надо понять, разобраться, отделить вот это вот чужое от своего. Это, кстати, довольно сложно бывает. Даже при работе с собственным раскрытием каким-то. Это да. И то, что, кстати, это влияет на то, как человек задействован в работе. Кстати, да, когда человек завидует, это сродни конфликту, он в этот момент демотивирован. Ну, он же в конфликте находится, по сути. Причем, объекта зависти не всегда может об этом знать. То есть, если не знает, если будет не отравлять жизнь, то, в принципе. А реально ли самому завистнику справиться с этими своими эмоциями? Я думаю, не всегда. При определенных патологических состояниях, конечно же, нет. Я думаю, что следует прорабатывать это, конечно, с психологом, с психотерапевтом иногда, потому что, ну, бывают состояния, когда действительно это сложно сделать самому. И человек как будто понимает, что с ним что-то не так, но он не признает, что это его даже какая-то. Или просто не может справиться. Бывает, даже признает. Но вот многие, кстати, клиенты говорят о том, как вот они определяют эту зависть, когда обращаются. Они говорят, я сливаюсь. То есть, человек сам сливается в этот момент в зависть. То есть, как будто перестает существовать. Но это мы говорим об интеллектуальных людях все-таки. То есть, умные люди это, конечно, чувствуют, все понимают, что вот я слился, меня как будто бы нет. То есть, мы растворяемся в другом человеке. Представляете, это такое негативное растворение в другом человеке. То есть, есть человек, есть злость к нему. Ну, оно не злость, это именно другое чувство, это именно зависть. Недаром его подменить нельзя. Это, понимаете, даже не сродни. Вот почему его выделяют это чувство? Оно вроде похоже где-то на злость, но злость, она прямая, вы прям злитесь. А тут как будто бы есть, знаете, оно гораздо более, как бы, ну, не мое плохое слово, подлое чувство, но оно такое, знаете, как будто прикрытое чем-то другим всегда. Злость-то, она не прикрытая, вы злитесь, и все. А зависть, она как будто прикрывается тем, что ее как будто немного притворяется. Он, типа, не заслужил. Может, еще какая-то обида на себя, что он может, я не могу. Я думаю, смесь чувств, это сложное чувство само по себе. Действительно, есть шкала, там как бы, есть там все. Но вот, кстати, по зависти единых мнений нет. У психологов здесь есть разночтение. То есть, например, где-то рассматривается как все-таки большее сходство гордыни. Где-то ревности. Но, кстати, все же тоже большинство сходится на том, что это разночтение чувства ревности и зависти. То есть, еще раз говорю, потому что человек не всегда ему нужен объект. То есть, его самого чувства счастья может ущемлять. То есть, оно, видите, какое сложное, прекрасное, ну, прекрасное в каком смысле? В своей силе чувство. То есть, если вы его осознаете и если вы видите, что зависть находится в каком-то, там, может быть, для вас в потенциальном ключе, то можно это увидеть. Ну, вот, например, ты всегда же на себя обращаешь внимание, но у меня такая, по крайней мере, привычка, ты всегда как-то думаешь об этом, я вот вспоминаю, что, например, там однажды, ну, то есть ты можешь это даже не опознавать, я вот такой пример приведу, когда мы с психоаналитиком говорили, я говорю, я ненавижу людей, в леопарде ходят вообще, это ужасно, то есть вот они ходят, это какой-то ужас, она говорит, мне кажется, это зависть. Я говорю, а к чему там завидовать, это ужасно вообще. И я ухожу, одеваюсь, у меня подкладка в куртке леопарда. Она говорит, видишь, ну, то есть, что здесь, это, скорее всего, то есть люди могут что-то позволить себе такое, чтобы показать, что я на тот момент может быть, хотела бы, но не могла. То есть это сложно отличить. Мы прям посмеялись, но это хорошо, если это на таком уровне отслеживается, понимаете. Вот, когда это более сложная история, то это, конечно, имеет такие последствия. Например, вот я вспоминаю тоже случай, когда, например, конфликтовали две сотрудницы, и одна прям, она была объята прям с завистью. Вот, и когда одна из коллег ушла с места работы, то та искала, а я вот хотела тебе даже там ножки стул повредить, чтобы ты там упал, да. То есть там, это было, понимаете, это бывает настолько сильное чувство, то есть то, что человек уже не может этим владеть и не видеть себя. То есть он критичен в этот момент, он говорит об этом. Вы знаете, даже это сродни какой-то вот религиозной одержимости даже бывает порой. То есть когда, вот как говорят, что человек, который верует, не может не проповедовать, и вот завистник, он тоже так одержим другим человеком, что не может о нем не говорить. Ну, это в таком пренебрежении там в чем-то. Я даже советую, например, иногда взять и просто, например, пошутить на эту тему. То есть если вас действительно захватывает. Кому завистнику? Ну, да. То есть чувствуете, вас охватывает, то есть какое-то чувство, то можно на эту тему какую-то, например, сказать, ой, такой человек прям красивый, даже неприятно, например. То есть, ну, то есть как-то так, ну, то есть все же понять, что у вас зачатки этого есть. То есть признать это, потому что иначе это будет проявляться в агрессии, понимаете, другого рода. То есть когда просто вам неприлично проявить это чувство, а это значит, что вы будете проявлять это в еще более неприличном виде. Ну, пример, да, как всегда. То есть пример такой. Например, мне одна девушка говорила, она говорит, я вот никого, не завидую, честное слово, никому. Потом ты раз смотришь, она там под комментарий под самого черного, там, блогера по поводу высказывания этого человека, там лайки ставят, там во все. Я говорю, как же так? Ну, вот она говорит, знаете, вот, наверное, все-таки вот я не решалась проявить. Ну, тоже человек разумный. Вот. Но это бывает. То есть это значит, что все-таки у него это чувство подавлено. Поэтому я, кстати, не верю вот этим вот слишком позитивным людям, которые изображают вот это, с этой вот улыбкой такой, сумасшедшей слегка на лице. Ну, вы же тоже понимаете, это токсичный позитивизм, конечно, за ним скрывается все, что угодно. Лучше, когда тебе зависит, прям, говорит, я завидую, знаешь, тебе. Это, кстати, очень интересная тема, я хотела бы как-нибудь поговорить. Да, ну, просто скажи, завидуй. Я вот говорю, например, клиент, я говорю, знаете, мне так нравится ваш проект, что я прям завидую, я понимаю, что у вас там блестящие перспективы. Если бы я прям была вот в этом же русле, я бы вас украла его. Ну, была бы, я говорю, похуже, прям взяла бы. Вот. И, кстати, вот такие вещи, они выстреливают, я прям их вижу. То есть поле, они работают. Мы же энергию чувствуем эту. Какие-нибудь, может быть, еще есть способы, как экологично прожить? Первое, признать и еще раз признать. Не пытаться из себя строить святого человека, который не испытывает зависти. Это раз. Второй момент. Обратить внимание на себя и на свои таланты. Как только вы что-то заметили, сразу понимайте, что это значит, что у вас тоже есть способности, которые могут быть так же реализованы хорошо, как предмет вашей зависти. Кстати, тоже это важный момент. Потому что иначе бы вы этого не замечали. То есть иначе вот туда. И обратите внимание, когда вы прям поглощены человеком, что там есть вопросы, куда вы энергию отдаете. Обратите еще раз внимание на себя. Можно спросить даже у людей, я выгляжу как? У каких-то близких. Вот. И займитесь продуктивной, активной деятельностью. Не сидите ровно. Потому что это значит, что у вас много энергии. Это же энергия туда отдается, которая могла бы очень продуктивно использовать. Если вы со всем этим не справляете, обратитесь к специалисту. Значит, у вас есть какие-то бессознательные на этом уровне истории, которые надо разрешать. Не просто там разговорами об объекте. Как быть тем, на кого направлено это зависть? Ну, первое, конечно же, тоже воспитывать в себе вот это вот спокойное отношение. Ну, как какого рода. То есть понимать, что если у тебя что-то происходит хорошее, то скорее всего объектом зависти ты все же будешь. И вы, наверное, знаете, что есть такие даже как бы приметы по типу того, что не говори о хорошем, то есть потому что иначе тебе позавидуют, да, самые близкие люди. Ну да, вариант. И что даже про дружбу там говорят, что конечно же, там твое падение друзья ну там могут перенести, а твое счастье нет. То есть такое есть. То есть да, действительно, кстати, между прочим, некоторые люди отмечают, что вот уровень друзей меняется в жизни. И часто это связано именно с завистью. Вот я, кстати, не могу такого сказать, мне слава богу, как-то это меньше завистников. Я изначально очень не люблю чувства, боюсь его, и поэтому вообще с завистниками стараюсь не связываться. Но есть и другое. Вот, например, есть такие люди, тоже к ним отношусь, честно скажу. Питаться завистью. То есть радоваться. Но близко не приближаться, чтобы просто у человека не было такой возможности. Там какой-то. Хит, кстати, часто бывает вот показателем зависти. Это неприятно всегда, это правда. То есть и там часто зависть прям, если человек это делает с удовольствием, это прям, ну, как бы так, задержится хорошо. Хорошо. Но в этот момент просто думаю, что пусть человек съедает свою уж лучше жизнь. Что ж поделаешь. Как распознать, что оппонентам в споре движет именно зависть, а не какие-то другие? Первое, он слишком к вам привязан. Он слишком цепляется к вам. Ну, смотрите, оппонент в нормальном споре, он все-таки привязан к истине. Согласитесь. И он действительно порой даже увлекается, он же не противник. Он увлекается самим прояснением. Если ваша точка зрения враждебна, он тоже будет опираться на аргументы, скорее всего. Ну, либо, если в объект его ненависти, он четко вам тоже это покажет. То есть, и вы можете тоже в ответ как бы это показать. То есть там ненависть, она есть, и он проявит это. Почему там? Идеологические, ценностные причины. Бывает же ценностная несовместимость, например? То есть там вы там прям мучаете животных, а я там ненавижу этих людей, и там не зависть, а другая история в основе. Но зависть, это когда как бы за вами цепляются, то есть за вами идут. И вы прям это видите. То есть вы там есть вот как раз главный ведущий, что ли. По большому счету вы управляете этими людьми, как в данном случае, если вы как раз объект зависти. То есть, ну, это, да, это сложная история. Перенести это иногда бывает тяжело, потому что человек же радуется, он не знает, он прям сталкивается с этим. Просто знать, что это бывает. Знать, что это бывает. Еще, может быть, вот тоже дала бы такой совет, не говорить. Вот если у вас какое-то сомнительное предприятие, которое несет за собой там что-то, я бы действительно не раскрывала все планы. Сначала все же сделайте, а потом говорите. И могу сказать, что да, я видела взгляды такие вот. Ну, у меня такое есть тоже в принципе. Если ты на мероприятие начинаешь только, то не говори особо о нем. Может быть, там некоторые люди, конечно, там жалуются, говорят, что же вы нас не предупредили. Я рада всегда видеть, кстати, я открытый человек. Но бывает так, что действительно ты побаиваешься, что сорвется из-за завистников, например, в какой-то момент. И в этом, в этой ситуации действительно, то есть ты как бы какую-то часть планов, конечно же, таишь, да. А зачем? То есть, например, я не говорю там число какого-то мероприятия, но чтобы... Тут же, понимаете, завистник способен на все. Позвонить в полицию там и объявить, что там бомба, например, в помещении. Он очень изобретателен. Вот. Поэтому это надо понимать, да. То есть не надо вот прямо быть наивными и так радоваться, что вы прямо там тут суперзвезда. Обычно человек, когда вот это переносит, переходит в определенную категорию, он уже отдаляется от завистников. Для завистников он как будто уже не достигаем. Но помните, об этом стоит. Вот, например, особенно людям публичных профессий. То есть мы-то грешные, ладно. А вот там, например, если, ну, мы знаем, как бывает там, что там и подсовывают там балерину в пуанты, там соперники что-то и на конкурсах там каких-то это делают. И, например, люди, которые, ну, там вчера еще дружили. Один стал замом, второй друг его сдал там по всем фронтам. Все, что мог, все документы предоставил. Хотя вчера клялись такой дружбе там, взёстно целовались. То есть вот здесь тоже будьте осторожны. Посмотрите. Я не говорю, что надо постоянно всего опасаться. Но не доверяйте какие-то уж самые серьёзные тайны людям вообще, в принципе. Зачем это? Елена Закировна, программа подходит к концу. Но вот хотела бы еще один такой момент затронуть. Что делать, когда зависть царит в семье? Между супругами, между детьми, между детьми и родителями? Там вот... Серьёзная история. И между супругами, да, бывает такое, действительно. Я бы обращалась к специалисту в этих случаях, но бывает так, что даже сохранить семью невозможно, если прям человек не признаёт этого. Самая одна из частых, кстати, причин. То есть когда прям супруг или супруга, там, не зависит от пола, начинают прям реально проявлять агрессию, негатив. И там в чём ещё особенности? В том, что вот как бы вредит, что ли, другой стороне. То есть там, не выходи никуда. Зачем тебе это сдалось? Зачем ты там этим занимаешься? И, конечно, ну, в этих случаях лучше прерывать такие отношения, они добром не закончатся. То есть цинич... Если вы... Ну, как, особенно вот женщин бывает такое, что говорят, я лучше откажусь там от чего-то. От чего ты откажешься? От реализации своего таланта? Если с тобой рядом такой человек, который это требует, ну, наверное, что-то не так. Я сейчас говорю не о ревности, ещё раз говорю. Не о той ситуации, когда там действительно какие-то есть, ну, вещи, с которыми супруг не может смириться. Это явно. А вот там, где явная зависть, успех. Ну, даже вот среди известных людей мы знаем, что такие браки заканчиваются плохо. А если это отец и сын, мать и дочь? Да, частенько такое тоже бывает. Например, ну, пережить, быть самостоятельным. Вот отец и сын, мать и дочь, они могут самостоятельно, кстати, отделить. То есть, знаю, что родители зачастую здесь пытаются привлечь детей. Да, такие случаи очень часто. И жалуются родители, что вот там ребёнок вырос, и там начинается вот эта вот зависть, успехом. Или наоборот, да, тоже что-то. Ну, просто понять это, увидеть это. Детям бывает это тяжело перенести, когда родители, вот, бывает, что действительно в зависти находятся. Там отец сыну завидует. Ну, принять это. Принять, сходить к психологу, понять это. Ничего не поделаешь. Так мне кажется, это прекрасно. Здесь же в чём есть плюс-то? Что завистник признаёт ваш успех. Например, отец завидующий сыну. Ну, во-первых, это временно, что хорошо. Но в какой-то момент он просто признаёт, что сын уже стал более успешным. Здесь можно признать, например, что отец внёс свой вклад в его воспитание. Не надо с ним сражаться. Причём, ну, сейчас тоже, понятно, там один из случаев прямо в голове мелькает такой, когда действительно такой случай есть. При этом одновременно отец как бы и волнуется за сына, но как будто чуть подталкивает его к неудаче. То есть как будто там когда у того что-то случается, он прямо тут же прилетает и там ой, там, сынок, там, что случилось. Когда тот счастлив, то начинается вот этот вот ругань там и прочее. Ну, как бы, да, чуть-чуть прекратите общение, дистанцию выстроите. Одобряйте, показывайте, что заслуги ваши – это заслуги отца, что он вложился в вас. С родителями попроще здесь. Но лучше всё-таки отделять, потому что тут особенно если речь тут о публичных историях всяких, то вы как бы получаете, что втягиваете в это других людей. Вот особенно в творческих коллективах. Там же бывает преемственность в профессии. Например, там и мама, там режиссёр, и дочка, и вот там начинается вот эта борьба за там господство. Да-да, такая тема есть. Отделяйтесь, не пугайтесь. Спасибо большое, Елена Закировна. Это была программа «Разговор по душам». На мои вопросы отвечала психолог Елена Яшина-Ахундова. На сегодня это всё. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok